дело в том что материнский ответ материнского организма на различные внешние факторы к числу которых относятся кстати и плод наполовину чужеродный для материнского организма который существует внутри полости матки на протяжении нескольких месяцев нормы то есть на любой фактор возникает два вида иммунного ответа у матери то есть один вид иммунного ответа это образование различных антител то есть антитела это такие химические вещества которые на химическом уровне относятся к классу иммуноглобулинов и они являются факторами так называемым гуморального иммунитета от слова гумор или хумор жидкость и смысл заключается в том что после первичного ответа когда идет начале узнавания чужеродных различных факторов потом определенным образом взаимодействия различных клеток которые обеспечивают развитие иммунного ответа в итоге формируется клон так называемых плазматических клеток то есть это потомки клон это потомки размножившейся всего лишь одной клетки которая может реагировать образованием антител против одного конкретного участка антигена чужеродного белка и вот этот участок называется эпитопом и все клетки которые научились распознавать вот тот или другой эпитоп на поверхность чужеродных различных тканей или вирусов бактерий там паразитов и в том числе беременности они являются потомками всего лишь одной клетки которая размножилась размножилась это называется клонировать то есть она сама себе размножилась и размножила и получилась определенная популяция клеток которые способны вырабатывать тот или иной вид антител вот и соответственно выработка антител которые относятся классом моноглобулинов на первом этапе это могу иммуноглобулина класса м на втором этапе когда уже формируются более закончены совершенно ему на ответ это будут иммуноглобулины группы g если формируется аллергический иммунный ответ это будут иммуноглобулины е и иммуноглобулины которые имеют очень важную роль в защите слизистых оболочек это будут иммуноглобулины а вот это основные виды иммуноглобулинов которые образуются в женском организме и клетки которые вырабатывают эти иммуноглобулины или иначе называются антитела находится в костном мозге и в костном мозге сидит эта клетка которая гонит антитела которые поступают в кровь матери это белки то есть это не клетки они свободно путешествуют по организму и там где они встречают свои мишени не просто прилепляются к этой мишени и собственно говоря дальше возникают различные различные цепочки событий которые связаны с тем что антитела увидела мишень и просто приклеилась к этой мишени потому что она прилипает к ней как ключ входит в замок примерно так то есть по соответствию и конгруентности вот этой пространственной ориентации то есть это ответ который называется гуморальным иммунным ответом вот и одновременно против тех же самых структур которые с которыми сталкивается организм формируется так называемый клеточный иммунный ответ а вот уже клеточный иммунный ответ это ответ который формируется таким образом что итоговым результатом этого иммунного ответа является то что появляются клоны так называемых клеток киллеров то есть это клетки которые тоже вырабатывается в костном мозге но они поступают в кровь и дальше они путешествуют в организме и если они видят свою мишень тот тут ту или иную структуру которую они распознают своим рецептором на поверхности своих клеток они тогда эту мишень атакуют непосредственно контактным образом то есть клетка киллер подходит своей мишени соединяется с этой мишенью и итогом этого контакта является уничтожение уничтожение той структуры против которых развивается иммунный ответ и вот такой структуры может быть в том числе и трофобласт и если развивается такой вот неблагоприятный клеточный ответ в ответ на трофобласт но тогда часть клеток трофобласта разрушается процесс плацентации происходит недостаточно хорошо закладка плацентарной функции происходит неполноценным и такой беременности гораздо тяжелее выживать вот и вот первое что вы должны понимать это то что существует два вида иммунного ответа и у каждого человека у каждого организма у каждого индивида на различные виды стимулов чужеродных будет развиваться либо преимущественно гуморальный иммунный ответ то есть образовываться будут антитела либо преимущественно клеточный иммунный ответ будут образовываться клетки киллеры и вот соотношение между клеточным и гуморальным ответом на различные факторы она будет различна в зависимости от того какова иммунологическая конституция данного человека какова природа тех стимулов с которыми он сталкивается и какие к факторы различные могут быть внутри организма когда возникает когда формируется тот или иной иммунный ответ вот и вот эти два вида иммунного ответа клеточные гуморальные они обозначаются по тем типам клеток хелперов которые обеспечивают развитие иммунного ответа либо в сторону гуморальную когда образуется антитела либо в сторону клеточную когда образуются когда образуются клетки киллеры и вот при формировании клеточного иммунного ответа по типу то есть по тип при формировании иммунного ответа по типу клеточного иммунитета образуются клетки киллеры и вот в на про для того чтобы этот иммунитет и этот иммунный ответ сформировался на первых начальных этапах имеет значение очень важный интерлекин который называется интерлекин один и по типу интерлекина который синтезирует клетки helper для того чтобы направить иммунный ответ в сторону клеточного иммунитета поэтому вот эти клетки helper и которые направляют иммунный ответ в сторону именно клеточного иммунитета когда в итоге развитие иммунного ответа будут формироваться клетки киллер он называется тех 1 иммунный ответ то есть это иммунный ответ потенциально очень невыгодный для беременности потому что образуются клетки киллера основная задача которых является борьба с чужеродными клетками чужеродными тканями и если образовались клетки киллера против трофобласта то тогда соответственно повышается риск иммунного ответа который который дает уничтожение клеток трофобласта и создает очень серьезную помеху для имплантации то есть вот это вы должны понимать h1 иммунный ответ при прочих равных условиях не выгоден для беременности а при формировании иммунного ответа в сторону образования антител то есть сторону гуморального иммунитета там участвуют клетки helper и которые вырабатывают преимущественно на первом этапе и далекин 2 и поэтому вот эти вот направление иммунного ответа которые формируются сторону гуморального ответа называется th2 иммунным ответом по типу интерлекина который вырабатывают клетки helper и то есть и h2 так называемый тип т клетки helper и те это т т лимфоцит это клетка которая прошла свое воспитание внутри вилочковой железы тимуса аж это helper то есть клетка которая обеспечивает развитие иммунного ответа в том или ином направлении и циферка 1 означает что клеточный иммунный ответ будет направляться по клеточному иммунному пути невыгодному для трофобласта а th2 будет говорить о том что эта клетка helper второго типа которая вырабатывает на начальных этапах иммунного ответа преимущественно интерлекин 2 и направление будет идти в сторону образования антител причем когда мы говорим о соотношении клеточного и гуморального иммунитета они могут быть направлены против одного и того же эпитопа то есть один и тот же допустим белок на поверхности клетки может вызывать как образование антител которые будут просто прикрепляться к этому эпитопу так к образованию клеток киллеров и если образуются специфические клетки киллера то они подходят непосредственно вступают в контакт с этой клеткой на поверхность которым существует вот эта молекула которая распознает своим рецептором клетка киллер и тогда клетка киллер активируется и убивает вот эту молекулу вот поэтому в целом получается в ответ на трофобласт может развиваться как т-1 так и т-2 иммунный ответ на вот этот т-2 иммунный ответ когда образуются антитела он более выгодны для организма чем клеточный ответ который обозначается как т-1 и вот оказалось то есть исследование которые проводились очень активно в девяностые годы да и в двухтысячные годы в первой половине вот нулевых двухтысячных годов четко показали что при беременности происходит иммунологическое отклонение то есть идет отклонение иммунного ответа материнского организма в сторону гуморального иммунитета и некая супрессия клеточного иммунитета и вот назвали иммунологической девиации